Растаманская шапка. Шапка Раста. Давно обещала показать, как вяжется такая шапка, но дело в том, что просили меня научить вязать начинающие вязальщики. А шапочка эта вяжется крючковым жаккардом. Возможно, для начинающих будет сложно понять. Но я постаралась снять такие трудные моменты поподробнее. Вязание начинается с 4 воздушных петель. Формирую первую петельку и вяжу 4 воздушных петли. Соединяю начало и конец этой маленькой цепочки. Жалко, что черный цвет очень плохо видно. Первая воздушная петелька и вяжу 7 столбиков без накида под вот это образовавшееся колечко. Снова соединяю первый столбик с последним. при помощи соединительного столбика. Плохо видно на черном фоне, в черной нитке, поэтому немножко. И вяжу сейчас в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика без накида. То есть за круг я должна провязать по кругу 14 столбиков без накида. Вяжу в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика без накида. Я вязала из хлопка. Сразу хочу сказать, что нитки брать лучше потолще. Я думала, что раз жаккард, то нитки не очень толстые, но метров 300 на 100 грамм будет как раз. И бывают такие объемные ниточки. Вот. Второй ряд закончен. Я присоединяю зеленую нить. У меня на крючке 2 петельки, потому что последний столбик я не довязала. Я его довяжу пряжей зеленого цвета. И так буду делать всегда при смене нити. Сейчас вяжу столбик зеленой ниточкой, столбик без накида. Но он у меня один, и я его завершаю ниточкой черного цвета. Подтягиваю ниточки, чтобы вязание было плотным, не разболтанным. И сейчас буду вязать столбик черным цветом. В этот же столбик без накида я провяжу еще один черный столбик. И завершу его вязание зеленым цветом. Вяжу столбик зеленой ниточкой. И завершаю черной. И сейчас снова провяжу два черных столбика в один и тот же столбик. Без накида предыдущего ряда. Черные нитки очень плохо видно. Даже мне. И продолжаю так вязать до конца ряда. У меня должно быть получиться семь зеленых столбиков. И между ними по два черных. Вот обратите внимание, ниточка, которая в данный момент не участвует в вязании, проходит внутри этих столбиков. Вот видите, я ее направляю. Сейчас я буду вязать черной ниткой. А зеленая... Я даже не знаю, как это объяснить. Она получается внутри. Последнее движение зеленой пряжи. Ниточки тоже подтягиваю, чтобы они лежали ровнее. Не разболтывались во время вязания. Так, я здесь неправильно. Можно завершать черной пряжей. Дальше вяжу столбик черным цветом. Полностью его провязываю черным. Следующий в этот же столбик предыдущего ряда черным. И завершаю его вязать и ровной пряжей. Ну, а дальше просто повторяю. Я показываю весь ряд, потому что он еще небольшой. Ну, чтобы было понятнее. Надо очень внимательно смотреть, чтобы нерабочая в данный момент нитка проходила внутри. И завершать последний столбик в группе одного цвета пряжи другого цвета. Первый ряд я повторяю самый трудный, а потом будет легче. Вы просто начнете вязать. Потренируйтесь. Возможно, можно потренироваться просто на прямом участке, чтобы научиться менять цвет правильно. И вот ряд закончен. Я отмечу начало вязания лапкой. Хотя, в принципе, можно и без маркера. Вот у меня 7 зелененьких столбиков. И между ними 2 черных столбика без накида. Я вяжу круг, поэтому у меня должно количество столбиков увеличиваться. Черные я буду вязать в каждом ряду по 2 столбика. А цветные, вот по крайней мере в данных рядах, количество зеленых буду увеличивать. Вот я провязала первый зеленый столбик полностью. И сейчас вяжу в тот же столбик предыдущего ряда, в зеленый, второй столбик. Завершаю его вязание, конечно же, черной пряжей, как и раньше. Дальше 2 черных столбика без накида в 2 столбика предыдущего ряда. И последний столбик завершаю вязать зеленой пряжей. В зеленый столбик я провяжу 2 столбика без накида зеленой пряжей. Вот сейчас вяжу второй столбик. Завершаю вязать его черной ниткой. И вот видите, за счет того, что ниточка идет в середине столбика, с изнанки полотно точно такого же, никаких протяжек там не видно. Завершаю вязание снова зеленой. Так продолжаю. Вот черная ниточка сейчас у меня между петелькой и между зеленой. Она получается внутри столбика. Второй столбик завершаю вязать черной ниточкой. Ниточки подтягиваю. И снова я вам покажу ряд до конца. Просто внимательно смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Что я еще хочу сказать? Я вяжу не по рядам, а по спирали. То есть четкого выражения рядов у меня нет. Просто продолжаю вязание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok И вот я завершаю вязание этого ряда. Сейчас у меня по два зеленых столбика, по два черных. Сейчас снова буду добавлять один ряд... Вернее, один столбик зеленой пряжи. Первый просто провязываю, а во второй зеленый столбик провязываю два зеленых столбика и завершаю последний столбик черной ниткой. Зеленая ниточка внутри сейчас, потому что я вяжу черный. Два столбика вяжу черной пряжей. Последний столбик завершаю за зеленой пряжей. Я думаю, что уже всем понятен принцип стал, как мы меняем пряжу. Самое лучшее, конечно, потренироваться. Просто начать вязать. И два столбика. Последний зеленый столбик. И завершаем, конечно, черной ниткой. И так вот вяжем до конца ряда. Вот у меня... Я сейчас полные ряды не буду показывать. Уже показываю следующий ряд. Провяжу зеленый столбик. Еще один зеленый столбик. И в последний зеленый столбик предыдущего ряда завяжу два зеленых. Один и второй. Который завершу черной ниткой. У меня здесь немножко... Вот эти треугольнички как-то закручивались по спирали. И поэтому я прибавки делала в последних столбиках. Но для... Чтобы было равномерно такие треугольнички. Прибавки и убавки нужно выполнять то сначала треугольника, то... Ну, вот сначала сектора цветного. А затем в конце. Два столбика без накида в каждый столбик и два столбика в последний столбик. Завершаем черной пряжей. И так до конца ряда. В следующем ряду я еще увеличу количество зеленых столбиков на один. И вяжу точно так же. Вяжу зеленой пряжей. Вяжу зеленой пряжей. А последний столбик заканчиваю вязать черной ниткой. Два столбика черной пряжей. Слежу, чтобы пряжа другого цвета была внутри столбика. И последний черный столбик заканчиваю сзади зеленой пряжей. Вот, обратите внимание, здесь я два столбика провязываю в первый из зеленых столбиков. Вот сейчас я провязала в один и тот же столбик. довязываю довязываю зеленые столбики, завершаю вязание черной ниткой и вяжу так до конца ряда. ниточки у меня запутались, потому что я всегда стараюсь нерабочую внутрь пропускать. Как-то еще не научилась так, чтобы не запутывались. И я их просто так вот беру оба клубка и вот эта вот запутанная часть разматывается. Вязание не распускается, там все очень плотно и можно вязать дальше. У меня должно быть провязано 7 рядов зеленой пряжей и соответственно 7 столбиков. Сейчас я прибавки буду делать снова в конце этого сектора зеленого. Я думаю уже все понятно. Нерабочая черная ниточка у меня внутри столбиков. И в последний столбик два столбика без накида завершаю вязать черной пряжей. Дальше два черных столбика. Видите, с изнанки практически такое же полотно без всяких протяжек. И вот завершаю 5 зеленых. Сейчас черное будет снова внутри. Вяжу зеленой пряжей. Продолжение с изнанки пряжи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше я продолжу вязать желтой пряжей. Зеленую сейчас отрежу. Черные полоски продолжу вязать точно так же, как вязала. А вместо зеленой буду вязать желтой. Я вот эти хвостики просто пропущу внутрь столбиков и они у меня будут и надежно спрятаны и не распустится ничего. Немножко скрутила эти отрезки не так, чтобы удобнее было их держать внутри. Два столбика провяжу черной пряжей. Закончу вязание желтой рабочей ниточкой, та, которая идет от клубка. И буду вязать столбики желтого цвета. Точно так же, как вязала зеленой. Короткие ниточки и черная нить, которую я сейчас не вяжу внутри столбиков. продолжаю прибавлять столбики. Продолжаю вот на этих сейчас на желтых участках. последний столбик привяжу в два столбика желтым цветом. Один и второй. Последний завяжу черной пряжей. Провяжу два черных столбика, последний из которых завершу желтой пряжей. И буду вязать желтой пряжей. И ниточка уже плотно закреплена, но она торчит, я ее отрезу. И в конце желтого участка провяжу два столбика в один столбик предыдущего ряда. Завершаю столбик черной ниткой. Вяжу два черных столбика и второй столбик черный заканчиваю желтой ниткой. Так до конца ряда. В этом ряду я прибавки делаю в начале желтого фрагмента. в следующем ряду это третий ряд желтой ниткой. Я прибавки буду делать в конце ряда. Вернее в конце желтого фрагмента. Черная ниточка у меня идет внутри столбика. Пряжа у меня тонкая поэтому вот эта часть с такими листиками у меня получилась не очень большая. Но можно было сделать еще по-другому. Можно увеличить эти листики за счет более длительного расширения. Продолжать расширять дольше чем это делала я. тогда бы вот эта часть с листиками была бы длиннее. В четвертом желтом ряду я не буду увеличивать количество желтых столбиков. Просто свяжу каждым столбиком без накида один столбик без накида. Но увеличу на один столбик там идти черные столбики. Вот я провязываю последний желтый столбик завершаю его черной ниткой и вяжу столбик без накида черной пряжи. Вяжу еще один столбик пряжи и в этот же столбик предыдущего ряда еще один столбик черной пряжи, который завершаю желтой пряжей. И продолжаю точно так же до конца ряда. я продолжаю увеличивать количество столбиков с накидом провязанных черной пряжей и уменьшать столбики провязанные желтой. Вот я вяжу из одного вот в начале и в конце вот этих секторов черной пряжи я вяжу по два столбика с накидом из одного столбика с накидом предыдущего ряда. И так буду до конца листиков вязать. Последняя петелька тоже желтой ниткой. И буду вязать вот я провязываю две два желтых столбика вместе. То есть уменьшаю количество желтых столбиков в каждом ряду на один. Точно так же то с одной стороны желтого сектора то с другой стороны. меняю пряжу на черный цвет. Из первого столбика вывязываю два столбика без накида. пряжи. Дальше один столбик из одного столбика и два столбика из следующего столбика. последняя петелька желтой пряжи. И снова в начале желтого сектора провязываю два столбика за один прием. Можно просто пропускать один столбик. я вяжу следующий ряд. И здесь я сокращение желтых столбиков выполню в конце желтого сектора. Сначала желтые петельки провяжу в вернее столбики провяжу по одному столбику на каждом столбике предыдущего ряда. последние два желтых столбика провязываю за один прием. Последняя петелька черной пряжей. И снова в начале сектора вяжу два столбика без накида на одном столбике без накида предыдущего ряда. Дальше 3 столбика потому что я прибавки выполняла в том ряду. 3 столбика на 3 столбиках и с краю два столбика на одном столбике без накида. Ну и снова вяжу желтый сектор. Я вяжу последний ряд желтой пряжей. У меня их тоже 7 рядов. Убавила на один столбик. В начале я запустила просто один столбик желтый. И вот сейчас снова на первом черном столбике вяжу два столбика. Дальше на каждом столбике по одному столбику без накида. и в последнем столбике провязываю два столбика. Снова завершаю желтой пряжей. Так до конца ряда. Отрезаю желтую пряжу и буду вязать красной. я сначала красную нитку просто ввязываю в узор. она идет у меня внутри столбиков. На черном фрагменте я точно так же добавляю столбики с двух сторон в начале и в конце черного фрагмента. а на желтом сейчас на красном фоне убавляю по одному столбику. Почему я убавляю по одному столбику а добавляю по два на черном фрагменте? Потому что у нас все идет расширение верха шапочки. И второй ряд красной пряжи точно так же. Красной ниткой вяжу на один столбик меньше. Тут же попеременно то в начале то в конце красного фрагмента и на черных участках добавляю по два столбика. Вот сейчас я не довязала один столбик и буду вязать черную пряжу. столбик убавлять столбики можно разными способами. Я вам показала их оба. Можно провязывать два столбика за один прием, а можно просто пропускать один столбик. Дальше я вязала так же. Все не стало показывать. Постепенно красный участок сокращался все больше и черный участок расширялся. И сейчас я провяжу просто черной пряжей. Вот показываю в этих фрагментах я буду делать прибавки. Просто буду ориентироваться, что между листиками в произвольном порядке. Буду просто вязать столбики без накида. Да, я ниточку пока не отрезала, но я вяжу одной ниткой. Дальше шапочку я буду вязать в одну нитку, то есть вспомогательную нить, которая в работе не участвует, я ее не буду сейчас прокладывать. Видите, я одну вяжу, а это болтается здесь. Это я только вначале, а потом буду отрезать, чтобы протяжки не было по изнанке. И вот в произвольном месте я провяжу два столбика. Сейчас провязываю второй столбик из одного. Дальше буду снова вязать по одному столбику с накидом в каждый столбик, вернее без накида. и так до следующего сектора, то есть до расстояния между листиками. Потому что у нас еще идет донышко шапочки, оно должно увеличиваться. вот я провязала так два ряда. Видите, с изнанки точно так же. И сейчас я буду вязать красной пряжей. Точно так же сменю ниточку, как меняла. То есть провяжу столбик черной, но последнюю петельку провяжу красной пряжей. И буду вязать одной красной ниточкой. И дальше вот я вязала чередуя цвета. Я вам не рассказываю сколько где в каких рядах прибавляла, потому что у вас размеры могут быть совсем разные. Кому-то надо более объемный берет под дреды, например. Кому-то просто может ближе к шапочке. Поэтому смотрите какая вам ширина нужна и заканчивайте расширение, когда вам покажется, что берет достаточно широкий. И затем просто начинаем вязать прямо без прибавлений. Вот то, что я вам показывала в секторах прибавки делали. сейчас это уже не нужно выполнять, просто вяжете над одним столбиком один столбик без накида. И нички точно так я обрезала. Я хочу вам еще показать, что вот вы наверное обратили внимание, что столбики здесь необычные. Не так, как я вязала вот эту часть с листиками, а вязала за заднюю стенку. здесь может еще не очень понятно, потому что мелькает этот вот отрезок нити. А дальше будет понятно. вот я втыкаю крючок между петельками. Подхватываю не две половинки, вот не вот так, а вот в серединку. чтобы она не вытягивалась, я подхватываю еще одну петельку, которая ниже располагается. И тогда столбик получается более плотным. провязана. сейчас я уже начинаю делать убавки. я две петельки провяжу вместе. Вот одна не провязана и вторая провязываю за один прием. Точно так же можно ориентироваться на секторах, можно просто допустим через 10 петель примерно это для того, чтобы выйти к ободку, чтобы берет хорошо сидел на голове. Вот я просто 10 петель вяжу, вернее столбиков вяжу просто столбик в столбик и два столбика провяжу за один прием. и такие вот убавки делать до тех пор, пока шапочка не будет по размеру, то есть хорошо сидеть на голове. ну вот и все шапка растаманка готова. Если вам такая нравится, можете тоже связать. до 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 до